Брёнгамфи Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Коротко о главных сегодняшних темах. К нам приехал. В Рязанском районе прошло заседание Президиума Совета при президенте страны. Демография в России либо вырастем сами, либо поспособствует приезжим. А теперь обо всём подробнее. Целый взвод российского начальства прибыл вчера в нашу область. Здесь, в селе Тюшево Рязанского района, прошло заседание Президиума Совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Провёл встречу, как известно, премьер Дмитрий Медведев. Поскольку руководители правительства ждали довольно долго, он прибыл в Тюшево только после часа дня, все встречи и мероприятия взяли точку отсчёта от его приезда. Поэтому вчера к эфиру наша съёмочная группа с материалом не успела чисто физически, но сегодня открывает программу репортаж Глеба Галушкина о том, что ему удалось увидеть в Тюшево. Рабочая поездка председателя правительства Дмитрия Медведева в Рязанскую область началась с посещения семьи Косыревых, которые живут в селе Тюшево, что в Рязанском районе. Многодетная семья недавно переехала в новый коттедж. Дмитрий Медведев отметил, что жильё, построенное в рамках федеральной целевой программы, привлечёт в село младых специалистов и поможет решить кадровую проблему. Далее Дмитрий Медведев посетил новую амбулаторию в деревне Хирино, а также Тюшевскую школу. Кабинеты здесь оснащены новой техникой, в том числе и компьютерный класс. Дмитрий Медведев вручил школе сертификат на автобус для перевозки детей. Далее уже на заседании президентского совета по реализации нацпроектов премьер-министр пообещал не сокращать сельские малокомплектные школы. Сельские школы сегодня составляют 60% от общего числа российских школ. Половина из них практически – это малокомплектные школы. И, конечно, мы понимаем, что мы в большинстве случаев их будем сохранять, имея в виду, что они будут давать не просто какое-то образование, а образование качественное, современное, и давать равные стартовые возможности для детей. Заседание, на котором присутствовали губернаторы, министры и руководители крупных агрохолдингов, проходило в недавно отремонтированном здании Тюшевского поселенческого дома культуры. Сейчас он фактически стал главным местом отдыха и досуга для местной молодежи. Перед Дмитрием Медведевым выступил местный фольклорный коллектив «Райок». По итогам совещания Дмитрий Медведев пообещал губернаторам продлить федеральную целевую программу по социальному развитию села. Как уже было сказано, вместе с Медведевым в область прибыли ключевые министры страны. Вот что рассказал Глебу Галушкину в интервью министр труда Максим Топилин. Проблемы демографии оказались в центре внимания на заседании Президиума Совета при президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацпроектов. Министр труда Максим Топилин после заседания отметил положительную динамику рождаемости в сельской местности. Перед нами поставлена задача, чтобы семья традиционной в России стала семья стремительной. Если мы будем развивать инфраструктуру села, если мы будем вкладывать деньги в дороги, в развитие производства, в развитие жилья, это будет означать, что у нас очень неплохие перспективы для развития демографии, для рождения детей. Соответственно, очень большого вклада села в ситуацию в Российской Федерации, они не имеют. Все эти вопросы являются приоритетами. Министр труда Топилин напомнил и о новых мерах поддержки для многодетных семей. Если мы сравним это с известной программой материнского капитала, мы увидим, что за три года это разве достаточно серьезный сопоставимый с материнским капиталом. Мы надеемся, что эта программа даст нам очень серьезные стимулы. Это поддержка, это неплохие деньги в сельской местности, это возможность устроить ребенка в детский сад, возможность найти работу в последующем и так далее. То есть это возможность три года спокойно заниматься ребенком, дать ему первые навыки, делить ему очень серьезное внимание. На заседании по проблемам социального развития села премьер Дмитрий Медведев отметил, что трудностей еще довольно много, даже несмотря на значительные деньги, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней власти. К сожалению, пока демографические проблемы решаются у нас простейшим и малопопулярным в народе путем привлечениям гастарбайтеров. Их у нас с каждым годом все больше. Более того, сейчас в Госдуму внесен проект закона об упрощении приемов гражданства Российской Федерации соотечественников, носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории России и СССР. При условии их переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию отказывают гражданство иностранного государства. Разработан законопроект по поручению президента Владимира Путина, поступит он в Думу. Скорее всего, этим летом и в том, что его примут, сомневаться не приходится. Некоторые эксперты уверены, упрощение эмиграции в Россию из СНГ приведет к росту преступности, националистических настроений и в перспективе политической нестабильности. То есть, если гастарбайтеры приезжали в Россию на заработки, подколымить, то теперь они получат право на гражданство и прочно осядут на российской земле. Кстати, получат они и право голоса на выборах. Между тем, антимигрантские настроения растут не только у нас. В Лондоне люди выходят на улицы после дикой расправы двух темнокожих преступников над военным. В Стокгольме после массовых беспорядков, устроенных эмигрантами, шведы прямо и также массово потребовали от правительства остановить прибытие на территории страны выходцев из стран третьего мира. В Москве недавно автомобиль, на котором супруги с детьми возвращались с дачи, преследовали и обстреливали выходцы с Кавказа. Когда кроссовер шпаны был остановлен полицией, те не смогли даже объяснить причину такого поведения. Пошутили, дескать, да и все тут. Дети в истерике, родители в шоке, весело пошутили южные пареньки, что и говорить. Такие выходки повсеместны. Ответные реакции на них так же адекватны, как и противозаконны. 19 мая за одну ночь в Астрахани были сожжены BMW IKEA с дагестанскими номерами, припаркованные на соседних улицах. До этого неизвестные подожгли еще около 15 автомобилей с госномерами, выданными в Дагестане и Чечне. Что же касается упрощенной натурализации, то вот сегодняшняя информация. Житель Рязани Эйдулла Асадов, уроженец республики Туркменистан с высшим юридическим образованием, приговорен к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков. Дипломированный юрист-резанец Эйдулла был в свое время задержан за посредничество в сделке с Гашишем. Интересно, в какой юридической книге прочитал упомянутый Асадов о том, что в России такие сделки тфу, ерунда и ничего серьезного. Получил он 11 месяцев общего режима, приговор вступил в силу. Вообще люди с юридическим образованием радуют нас чаще с телеэкранов и не всегда в жизни. Видимо, образование и жулобство как-то слишком дружно сосуществуют под пиджаками и мундирами. Например, вступил в силу еще один приговор в отношении бывшего начальника межрайонного оперативно-розыскного отделения Скопина Олега Чунтыжева. Схема известна всем, кому по фильмам, кому по жизни. Как было установлено следствием и судом, осужденный инициировал проверку в отношении одного из предпринимателей города Скопина. При этом потребовал от него взятку в размере 300 тысяч рублей за прекращение проверки и непривлечение его к уголовной ответственности за совершение налогового преступления. С целью оказания давления на предпринимателя у него была изъята часть имущества общества с ограниченной ответственностью. Предприниматель обратился в отдел собственной безопасности УВД Призанской области, после чего Чунтыжев был задержан с поличным после передачи ему предпринимателям денежных средств в сумме 260 тысяч рублей. На сегодня все. Итоги недели подведем завтра на телестраницах нашего информационно-аналитического еженедельника «Время говорить». Удачи всем. До пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...